Что было бы, если бы мы искали вершину не пятиугольника, а четырёхугольника? Пейсбольный четырёхугольник. Взяли середину, взяли середину, середину и середину. Взяли? Там будет правило, как нам. А, Б, С, Д. А, Б, С, Д это форум? Там у нас была А, Б, С, Д, Е, а здесь А, Б, С, Д. Это форума. Все понимают, да? А, Б, С, Д середины и середины. Применим метод ложного положения. Берём какую-то точку Х1. Откладываем сюда. Получаем точку Х2. Откладываем сюда. Получаем точку Х3. Откладываем сюда. Получаем точку Х4. Вот эти вот отрезки равны параллельно. Правильно? Да. Х1 оказалось равно Х5. Когда был пятиугольник, точки Х1 и Х6 были разными точками. Ну, случайно могли совпасть когда-нибудь. Но это в точности означало, что это случайно мы попали на вершину нашего пятиугольника. А здесь потрясающая штука. Оказывается, пока мы берём четырёхугольник, а не пятиугольник, то у нас точка Х5 совпадёт с точкой Х1. Почему совпадёт? А потому что направление всё время меняется. Смотрите. Туда, назад, туда, назад и опять туда. Что получается? Для четырёхугольника этот способ вообще не работает. Догадайтесь, что это означает. Вам нарисовали пятиугольник, отметили у него середины сторон, отметили у него середины сторон и просят восстановить картину. Что я только что на самом деле объясню? Потому что это не здесь делается. Таких прям четырёхугольников бесконечно много. Правильно. На самом деле, если вам дали середину, то вы можете вершину сдвинуть на какое хотите расстояние, в какую хотите сторону. После этого следующую вершину сдвинуть в противоположную сторону, вот так можно стоять. Понятно, да? Вот были вершины, вот эти вот, у четырёхугольника были вершины. А вы можете первую из них сдвинуть налево, вторую направо, третью опять налево, четвёртую направо. Лишь бы в одну и ту же сторону, вот так, вот эти вот в одну сторону, а эти две в противоположную сторону. На одной и ту же стоит. Всё понятно? Замечательно. Теперь такой вопрос. А вот интересно, этот четырёхугольник. А, Б, С, Д. Поняла, да. Он любой или у него есть свойства? Ещё раз повторю историю. Взяли совершенно любой четырёхугольник. У него отметили середины сторон. Скажите, пожалуйста, этот четырёхугольник любой или нелюбой? Нелюбой. Нелюбой. А какой он? Параллелограмм. Совершенно верно. Так вот, господа, это не просто параллелограмм. Пожалуйста, пишите. Параллелограмм. А дальше фамилия. Если у любого четырёхугольника взять середины сторон, то получится непроизволенную фигура, а параллелограмм. Соответственно, если вам дали четыре середины, и это не параллелограмм, то вы должны говорить, что никакого такого стеркопольника нет, просто вам дали непроизволенную фигура. Просто, пожалуйста, дали начальные данные, а кто-то задача не имеет решения. И наоборот, если дали прогололограмм, то задача имеет бесконечное решение, то есть можно начать с любой решения. Это задача на использование картинки, которая из них была в самом начале нашего занятия. Помните, там был треугольник со средним явлением. Помните? Я подсказку вам дал. Есть такое понятие «среднее линия треугольника». В случае, когда четыре полка выпуквы, и тогда... Нет, не важно, абсолютно. Проведем две диагонали? Не нужно две. Потому что одну диагональ осталась. Вторая. Проводим диагональ. Теперь осмотрим вот эти два треугольника. Диагональ, разумеется, да, образовалось два треугольника. Дальше. Вот этот треугольник это средняя линия вот в эту руку. В левую руку, да. Это треугольник средняя линия вот в эту руку, то есть в 돌. Да, означает. По определению средней линии. Не по определению, а по теоретically. Какоеiffany средняя? Она гораздо меньше странней. Параллельнее. И параллельно терапевmetro. Так давайте я еще раз напомню картинку. Она у нас сегодня была на занятии. Вы берете середины сторон. Все помнят, что тогда? Ребята, сегодня было. Вспоминайте. Вот эти адресы что? Равны. Равны. Следующих равны. Средняя линия параллельна одной сторон, да? И равна половине, да? Значит, эти две линии? Не линии, а эти два адреска равны и параллельны. То же самое с половиной. А зачем все равно? Если у тебя есть два параллельных и равных адреска, если есть равные и параллельные адрески, то, разумеется, это прилаграмм.